Мы находимся на смотровой площадке Белой башни. Долгое время она была заброшена, а сегодня вновь стала достоянием общественности. Теперь это уже не просто башня, это башня-музей. С 30-х по 60-е годы прошлого века Белая башня выполняла функцию водоснабжения Уралмаша. Но с появлением водопроводной системы водоснабжения башню использовать перестали. С 60-х по 2010-й год она была заброшена. И отдано на растерзание руферам и графитчикам. Однако в 2012 году арт-группа Подельники взяла башню на себя. Силами волонтеров они провели в ней генеральную уборку. Закрасили граффити и убрали мусор. Теперь в башне проходят экскурсии каждую субботу. Эта башня точно не разделит судьбу телебашни по той причине, что это памятник архитектуры федерального значения. Но это не значит, что она в безопасности, потому что еще буквально несколько лет назад она, скажем так, разрушалась сама. Если сейчас в ней хотя бы раз в неделю появляются люди, как минимум, и мы следим за ней, выполняем какой-то мелкий ремонт. Если люди покинут ее опять, то в течение нескольких лет, может быть десятка или дву десятков лет, она разрушится сама. Рамы, видимо, деревянные были, никому не нужны. Аккуратно, тут опасно. В башне очень много выступающих конструкций, поэтому нам для безопасности выдали каски. В рамках акции «Ночь музеев» мы вместе с экскурсионной группой побывали в том самом баке для воды, где теперь крутят документальные фильмы про башню. И даже забрались на самый верх и успели увидеть последние лучи Уралмашевского солнца. Знакомство посетителей с башней не прекращается ни на минуту. Пока одна экскурсионная группа решительно лезет наверх, следующая внизу. Слушает рассказы Парина Ивановой о других, не менее интересных вышках Екатеринбурга. Она железобетонная, всегда мы железобетонная. Кто-то из детей тут сказал, сначала построили деревянную башню. Это было не нужно и так.